У Солженицына есть очень знаменитые слова о том, что граница между добром и злом проходит не между народами, и не между странами, и не между людьми, она проходит через каждого человека и через каждое сердце. И эти слова очень соответствуют сути Евангелия, то, о чем говорил Иисус, то, о чем говорили апостолы, потому что в действительности у каждого из нас есть дух и есть плоть, и они друг другу противятся. Есть это противостояние, столкновение между духом и плотью, противостояние. И мы, конечно, боремся духом, умиршляем дела плотские. Это сражение, которое происходит в жизни каждого верующего человека. Однако в определенные моменты, определенные драматические моменты истории грань между добром и злом, в действительности она проходит уже между людьми, между странами порой, и даже между народами. Когда какая-то определенная глупость людей наполняется тьмой и действует со стороны тьмы. Причем среди этих людей могут быть и какие-то нормальные люди, хорошие даже в чем-то люди. Но вот яркий пример это гитлеровская Германия, когда словно весь народ был охвачен тьмой. И это не просто там сражать, как будто тьма сражалась. Тьма с насилием, с убийствами, с концлагерями атаковала и нападала. И, естественно, можно ли сказать, что там все немцы были ужасные, все немцы были садисты какие-то? Нет, там были хорошие. Среди работников концлагеря были хорошие семьянины. И среди врачей, которые там проводили опыты в концлагере, были хорошие специалисты, талантливые медики, талантливые ученые. Германия славится талантливыми людьми. Однако в определенный исторический момент, словно все эти люди разные, они как будто встали на сторону тьмы, на сторону зла. Так вот, когда мы драгоценно читаем с вами книгу «Апокалипсис», мы видим, что вот эта граница в последние времена перед возвращением Иисуса Христа, когда Иисус Христос придет, эта граница не просто будет проходить внутри каждого человека между духом и плотью, да, душевной, духовной. Она будет проходить между людьми, между народами. И Иисус об этом говорил, когда двое на кровати, один берется, другой оставляется. Двое мелют, да, один берется, другой оставляется. Словно вот эта вот грань, она уже начинает проходить между людьми. И перед приходом Христа, и об этом вся книга Откровения, будет великая битва, великая война, противостояние, противостояние света и тьмы. И в разные драматические моменты истории, как, например, мы вспоминали Германию во время Третьего Рейха, мы видим какие-то обголоски вот этого противостояния между светом и тьмой. Но перед приходом Христа будет кульминация. Словно, свет, он схлестнется с тьмой. Это будет битва. Это будет серьезная битва. Почему верующие, например, я долгое время не очень любил читать книгу Откровения. То есть я любил вот первые главы читать, первые три главы, ну и последние, про Новый Иерусалим. А середину не очень любил, потому что Бог как бы пророчески нам показывает, как непросто будет, как тяжело будет, как ужасно будет. Вот в этот момент, да, перед тем, как Иисус Христос вернется на землю. И мы с вами говорили про дракона, да, про дьявола, который показан в книге Откровения. Про первого зверя мы говорили с вами, про Антихриста. Про второго зверя мы говорили, про лжепророка. Про вавилонскую блудницу говорили. И вот я хотел бы открыть сейчас 16 главу книги Откровения. 16 глава книги Откровения. И вот в 13 стихе Иоанн пишет. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. В он и великий день Бога Вседержителя. Все иду, как тать, блаженны, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его. Дальше говорится, в следующем стихе говорится уже про Армагеддон. И вот я еще раз вам напоминаю, что Бог нам дал книгу Откровения не для того, чтобы мы гадали, а это что такое, а это что. Я специально не заостряю внимание на деталях, а вот 7 голов это что значит там у Антихриста, а 10 рогов это что значит. Есть много разных толкований, совершенно различных, совершенно противоположных, по смыслу даже есть. Я думаю, что Бог нам это дал не для того, чтобы мы гадали или пытались как-то разглядеть сквозь тусклое стекло гадательно. Когда эти вещи будут происходить, это будет явно. Мы с вами это будем понимать. Поэтому не нужно гадать. Вот что непонятно, пусть останется непонятно. Наступит время, и все тайное станет явным. Все непонятное станет понятным. Я хотел вам показать про суть, что же будет характеризовать. И здесь показано, что и дьявол-дракон, и Антихрист, и вот этот лжепророк, все они будут характеризоваться тем, что у них, смотрите, из уст выходит три духа нечистых, подобно жабам. Это бесовские духи. Опять-таки, вот много споров. А это будут личности или это будут целые системы? Да, вот есть толкования разные. Не так важно, это будут системы или это будут личности. Когда это будет происходить, мы все узнаем. Важно, вот эти, чем они характеризуются? У всех троих изо рта, из уст выходят жабы. По ветхозаветнему закону жабы были нечистыми животными. То есть, из их уст выходит что-то нечистое, нечистые слова. И через эти нечистые слова будут действовать бесовские духи. Мы почему-то часто думаем, как-то у нас есть такие христианские стереотипы, что демоны, бесы атакуют людей через какие-то языческие амулеты, через какие-то там, какие-то особые порошки там насыпанные где-то в специальных местах. То есть, мы почему-то очень верим в особую силу вещей, в особую силу предметов. Через это может какие-то одержимости приходить. А вот не брала ли ты амулет у бабки? А вот брала амулет. Драгоценные, когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим, что демонизация людей, нечистые духи, идут прежде всего через нечистые слова. Как Царство Божье действует через слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Так и тьма, она действует через слова. Вот нечистые слова, обольщение. То, что мы сегодня называем там ложь, пропаганда и прочее, прочее. То есть, вот эта пропаганда будет свойственна всей этой несвятой Троице. И через это будут приходить люди, будут не понимать часто. Эти слова будут обволакивать людей, проникать в разум. Там разум будет наполнен, как ватой будет. Люди будут ватные такие все ходить. Мало что соображающие. Как будто их разум помрачен. Что-то сделано. Знаете, напоминает, что вот когда, может, вы с этим сталкивались, когда, я помню, у нас вот в Юго-Западном районе, около больницы, обычно всегда ходили представители цыган, женщины-цыганки. И там кого-то они охватывали, приходили. Ой, слушай, ты идешь там к больному. Сейчас я тебе погадаю. Ну-ка давай, ну-ка давай, ручку позолоти, что там в кошельке, доставай. И вы знаете, они как будто вот, даже было видно. Вот идет какой-то человек, видно, чем-то расстроенный, посещает своего больного родственника. Они нападают. Одна подходит, вторая подходит, три подходит. И все что-то говорят, 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 говорят. Вот этот, знаете, вот поток слов, 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 слов. Постепенно у человека в голове вата, он ничего не понимает, он стоит с выпученными глазами и достает кошелек, начинает давать деньги. Они им что-то говорят, 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 говорят. Потом раз ушли, у человека пустой кошелек. Наверняка кто-то сталкивался с подобными вещами, да? То есть как будто какая-то тьма. Потом люди говорят, что со мной было, я не понимал. Как будто вот какая-то пелена, я не понимал, что делал. Вот эти слова, они как будто охмурили разум, как будто они наполнили чем-то странным. Ты перестал управлять своими действиями, и ты отдал свои деньги мошенникам. Вот что-то подобное, смотрите, будет происходить, но на большом уровне уже, на большом. И это не просто даже ложь, это не просто неправда. Здесь написано, через это действуют бесовские духи. То есть это бесовские духи будут приходить к людям и охмурять их. Когда люди будут терять контроль над своей жизнью, над своими действиями, над своими мыслями, как будто кто-то другой начинает. Вот одержимость, да? Кто-то другой начинает как бы навязывать тебе свою волю. Вот это надо делать, вот это надо делать. Люди, попадая под это, они словно даже как бы не понимают ничего этого. Я раньше вообще недооценивал как-то силу средств массовой информации. Как-то мне казалось там телевидение. У нас в семье телевидение уже лет больше 20 лет не смотрим. Вообще не смотрим. У нас никогда его не было, как мы поженились. Если бы был только видеомагнатофон подсоединенный, когда мы смотрели какие-то фильмы. А так не было. Но здесь тут очень мощная сила. Очень мощная сила. Вы посмотрите, если мы откроем 13 главу книги Откровения, есть один момент, когда мы говорили про лжепророка, как бы такого главного пропагандиста, который указывает на Антихриста, возвеличивает Антихриста, призывает к поклонению Антихристу. Мы об этом говорили с вами на одной из проповедей. Но есть момент, я не стал на нем заострять. Сейчас вам покажу. Смотрите. Откровение, 13 глава, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, в образ этого Антихриста, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он делает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их». Вот, когда Иоанн это все видел, ему не с чем было сравнить. Но он видел какой-то образ, образ зверя, который говорит и действует. То есть образ, изображение, картинка, говорящая и действующая. Две тысячи лет назад телевидения не было. Но сегодня мы понимаем, что это очень-очень похоже на телевидение, которое что-то говорит, что-то действует. И не просто что-то действует, а оно что-то навязывает. И не просто даже навязывает, а так навязывает, что не верить этому, не верить этому говорящему и действующему образу опасно. И не только опасно, а смертельно даже опасно здесь говорится, да? Убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. На правую руку и на чело. Чело – голова, рука, действие. То есть это будет воздействовать на наше сознание, на наше чело, на наш разум. Проникать, внедряя какие-то демонические, бесовские, как здесь говорится, мысли. И через это правая рука, наши действия, как человек мыслит, так он и поступает, это будет влиять на наши поступки. И именно благодаря вот этому воздействию, этих жаб, квакающих, этих нечистых слов, слов, наполненных бесами, наполненных демонами, то есть под абсолютным демоническим влиянием, это будет мощная атака на умы людей, на жизни людей, на поступки людей, именно в последнее время перед возвращением Христа. Мы знаем, что дьявол, он лжец, и отец лжи. Это ложь. С силой тьмы как раз и будет идти. И мы с вами читали, что это бесовские духи, и они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и день. То есть это будет воздействовать на власти, на власти стран, на власти народов, то есть на всевозможных чиновников. Это все будет действовать. Оно будет действовать на них, и влиять на них это будет. И в конце концов это будет противостоянием. Мы видим, в этом будут задействованы власти, в этом будут задействованы правители, то есть это будет какое-то политическое противостояние. Остается догадываться, каким оно будет. Но оно будет таким, когда будут одержимые правители, одержимые цари, одержимые начальствующие.